В каком регионе обнаружили ценную реликвию Дамбру Ак-Ина-Сета-Найман-Бай-Уле, а где православным верующим можно встретить праздник Крещения Господня? С главными новостями со страниц газет сегодня нас познакомит мой коллега Марк Брюшко. Марк, доброе утро! Доброе утро! Буквально через пару мгновений, как обычно, все подробности не переключайтесь, обещаем, будет интересно. Ну, сразу хочется обозначить, что обзор прессы теперь еще более информативная рубрика. Мы обратили внимание на другие издания, в том числе на издания на казахском языке. И также будем знакомить вас, наши зрители, со всеми новостями, которые публикуются там. Первая газета — это «Ортолог Казахстан». Сегодня она рассказывает нам об интересной реликвии, о дамбре известного казахского Ак-Ина, певца и композитора. Асета Найман-Бай-Улы, она чудом сохранилась у жителя города Балхаш. Достаточно интересный материал вышел в газете. Инструмент у музыкального около ста лет, и попал он в семью этого жителя Балхаша. Достаточно тоже интересно. Сам Ак-Ин подарил предку этого мужчины, о котором ведется речь в материале, Шалгенбай его зовут, музыкальный инструмент, за то, что тот красиво исполнил песню Бержан Сала. Давайте послушаем небольшой фрагмент из публикации. В то время я учился в пятом классе. Дамбра всегда хранилась в отчим доме. Она стала первым музыкальным инструментом, который я взял в руки, когда стал увлекаться музыкой. Состояние ее, правда, оставляло желать лучшего. Я отремонтировал дамбру. На ней, кстати, была интересная надпись на арабском. Перевести ее мне помог один аксакал, знающий язык. Надписью оказалось имя Асет. Мне сказали, что это настоящая реликвия, и я должен ее сохранить. Теперь она висит в моем доме, на почетном месте. Согласитесь, весьма интересная история. Обязательно прочтите эту статью. Также много интересных новостей мы нашли на сайте газеты «Егемен Казахстан». Вот в числе тех, о которых мы хотели рассказать. То, что в одном из сел в пригороде Кокшетау открыли музей Кокена Шакеева. Это известный поэт, если кто не знает. Хотя, думаю, таких людей нет. Поддержали культурные события. Очень многие пришли, и общественники известные, представители местной власти, представители культуры, искусства. Они почтили память поэта. От себя хочу отметить, что родился он примерно в этих краях поэт. И всегда в своих произведениях воспевал родную землю. К другим новостям. Карагандинский нововестник сообщает о том, где в ночь на 19 января православные и казахстанские могут встретить праздник Крещения Господня. Будут организованы три специальных места для массовых крещенских купаний, сообщает издание. Именно в Караганде, в областном центре. Первое место оборудуют на Федоровском водохранилище. Второе в Центральном парке. В принципе, как и обычно, как карагандинец могу сказать. А третье для ныряния будет доступно в Свято-Веденском соборе. В Темирта уже на Самаркандском водохранилище, говорят, организуют шесть мест для ныряния. И тут же в публикации немного правил безопасности представили авторы. Но вот основные меры предосторожности, в частности, запрещается купание детей без сопровождения взрослых. Нельзя оставлять без присмотра малолетних детей, а также злоупотреблять алкоголем, так как спиртное только способствует быстрому переохлаждению организма. Переходим в другой регион и к другой газете. Сайт газеты «Лада» заявляет о том, что онкологи Мангостао приглашают граждан на бесплатное обследование. В онкодиспансере пройдет день открытых дверей. Бесплатный осмотр будет нацелен на то, чтобы выявить, допустим, у людей злокачественные новообразования молочной железы, шейки, матки, желудка, пищевода и кишечника, сообщается в публикации. Вот, читая желающих пройти обследование, примут онкологи, мамологи, онкогинекологи и эндоскопист, также специалист, который может сделать УЗИ. И там будет, давайте послушаем небольшой фрагмент из этой уже публикации. Бесплатный прием пройдет 18 января с 9.00 до 13.00 в здании областного онкологического диспансера, расположенного в медгородке в 24-м микрорайоне Актау. Обследование производится на голодный желудок и при себе иметь удостоверение личности. Обязательно проследите за своим здоровьем, всегда мы анонсируем такие обследования. Ну, в общем, держите себя же в курсе. Ну, что еще могу сказать? Увидимся в следующем информационном части. Асель, к этой минуте у меня все. Спасибо, Марк, за интересную подборку. Это был Марк Брюшко с обзором прессы. Это был Марк Брюшко.